здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала яр пруд в этом ролике я расскажу про поездку за самом в астрахань для зарубления пруда и проверки возможности содержать данный вид рыбы в пруду в средней полосе россии для зарубления я буду ловить мелких сомиков на роколовке хотя конечно мы занимались в астрахани и трофейной рыбалкой сама на квок ловили и на троллинг и на фидер но это видео о ловле сигалеток двух лет их сама для зарубления пруда а если вам интересна ловля сама на квок то пишите в комментариях сделаю и такой ролик в принципе сом как и карп может жить в воде с содержанием кислорода 5 миллиграмм на литр то есть в теории жить в пруду он может поэтому я решил проверить это на практике и так сырые пасмурные леса и поля подмосковья через несколько часов езды по трассе м6 каспий сменяет волгоградская лесостепь по дороге попадаются множество живописных полей подсолнечника грех не сфотографироваться на фоне такой красоты едем мы на речку ахтуба что течет параллельно волге соединяясь с ней многочисленными протоками зачем ехать в такую даль за самом спросите вы почему не проще купить сама в рыбхозе все дело в том что сом там продается по 1000 рублей за килограмм а если учесть что продают сомиков по 3-4 килограмма то для того чтобы купить 5 сомов потребуется 20000 проще потратить эти деньги на поездку в астрахань и самов наловить и отдохнуть так сказать совместить приятное с полезным проезжая волгоград не забудьте посетить мамаев курган с возвышающимся на нем монументом родина мать мы в этом году на него к сожалению не попали он был закрыт на реставрацию после волгограда лесостепь меняется выжженной астраханской степью ну а мы съезжаем с трассы м6 каспий так как нам надо на левый берег волги от трассы идет по правому важно не перепутать на каком берегу расположена ваша рыболовная база так как если поехать не по той стороне то ближайший мост после волгограда будет через 400 километров в астрахани я один раз таки перепутал пришлось переправляться на пароме чтобы не делать такой большой крюк по бокам дороги то и дело попадаются продавцы дынь и арбузов однако местные арбузы невкусные много раз приезжая на рыбалку мы пытались найти здесь сладкие арбузы но как неудивительно нам это так и не удалось местные жители говорят что всю землю скупили китайцы и типа они сыпят кучу химикатов вот и невкусные ну уж не знаю правда не правда как говорится за что купил за то и продаю в общем арбузы в астрахани мы больше не покупаем линии еще более-менее арбузы нету вольте краснодарские арбузы намного вкуснее и слаще местных ну а на кадрах вы видите как мы уже свернулись трассы на грунтовку едем вдоль заброшенного акведука который видимо в советское время использовал местный колхоз для орошения полей сейчас вдоль трассы по-прежнему много полей засаженных арбузами тынями помидорами перцем и другими овощами но для подведения к ним воды уже используются пластиковые трубы как говорится прогресс не стоит на месте вообще понять о том что мы приближаемся к реке очень просто только вдоль реки растут деревья а так вокруг выжженная солнцем степь сплошь покрытая сухой пожелтевшей травой еще пару поворотов и мы достигаем заветной цели ну и как истинные рыбаки приехав на базу первым делом бежим получать заказанную лодку без мотора мотор мы привезли свой как видите нам досталась казанка с булями для 10 сильного китайского клона ямахи это самое то первая казанка как раз и разрабатывалась под 10 сильный мотор вдвоем мы уверенно выходим в режим глиссирования и плывем ставить раколовки рядом с базой в протоке есть коряжник а как вы знаете коряжник это самое любимое самовье место единственная проблема в других рыбаках которые тоже любят ловить в коряжнике на донке с лодки прицеплявшись коряжка они целый день сидят с донками и могут зацепить наши раколовки чтобы этого избежать приходится ставить раколовки в не самых перспективных местах а подальше в коряжках где помелче и где рыбаки не ловят ну и соответственно и наш шанс поймать сама уменьшается но это все же лучше чем остаться без раколовок совсем у вас наверное уже возник вопрос почему я ловлю сама на раколовки а не на верши все просто ловля вершами в нашей стране запрещено и поэтому в рыболовных магазинах их продают как раколовки те кто видел раколовки и верши понимают что разница между ними небольшая и те и другие представляют из себя каркас обтянутый сеткой из мелкой ячеи с входами для рыбы и раков так вот согласно правилам рыболовства в волго-каспийском бассейне при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение ловушек всех типов и конструкций мережь вершь морд за исключением раколовок встает вопрос чем же тогда раколовка по мнению законодателя отличается от верши в этой же статье в пункте b указано что можно ловить на раколовки в количестве не более трех штук у одного гражданина каждый из параметров разрешенных раколовок длина ширина высота диаметр не должны превышать 80 сантиметров с размером яче не менее 22 миллиметров ну а если кто-то сталкивался с рыбнадзором по поводу раколовок или верш то пишите в комментариях какой был ваш опыт в этом вопросе в общем я взял с собой раколовки верши в количестве трех штук разрешенными параметрами диаметром 60 сантиметров чтоб двухгодовалый саменок смог пролезть через узкий вход в принципе я ловил сыном и мы могли бы поставить шесть раколовок но так как подходящего места в коряшки рядом с базой не так уж много то их просто некуда было бы поставить так как я уже сказал что в самых рыбных корягах ловят на донке вообще подбор нужного места достаточно сложный так как если просто бросить вершу среди коряг то течением ее просто зацепить за коряги и вытащить ее будет невозможно поэтому выбираем упавшее дерево или ветка которая лежат не вдоль реки а поперек выступая за края коряжника кончик у этой ветки и привязываем раколовку таким образом она будет лежать на дне что чуть в стороне от основного завала кроме того чтобы веревка не бросалась в глаза лучше привязать ее к ветке ниже уровня воды чтобы веревку не было видно со стороны чтобы кто-то другой не проверил нашу раколовку или не снял ее главное запомнить ту коряжку которой мы привязали раколовку чтоб потом не потерять ее коряжник выбирается ближайший к базе так как если ставить раколовки далеко то будет сложно долго и затратно по бензину ездить их проверять так как проверять нужно каждый день по утрам ведь сон ночной хищник и выбирая из выбираются из своих укрытий в основном по ночам кроме того в качестве наживки в раколовку закладываются головы и хвосты рыбы полученные при чистке улова а в теплой астраханской воде они быстро тухнут и вопреки распространенному мнению что сами и раки падальщики по своим наблюдениям и в аквариуме за раками и за уловами в раколовках как только наживка тухнет в раколовки рыба и раки перестают попадаться тухлятина их скорее отпугивает чем притягивает ведь в астрахани столько бели и она таких размеров красноперка карась и прочее что самам нет смысла питаться тухлятиной у них и свежей добычи хватает выше крыши может с голодухи они и попробовали бы что-то слегка не свежая но при таком изобилии в этом нет никакого смысла так как мы только приехали улова а следовательно и рыбьих голов у нас еще не было мы одолжили их на базе у других рыбаков что чистили свой лов чего-чего а недостатка в рыбьих потрохах мы не испытывали на крайняк на базе прям с причала чуть ли не на пустой крючок можно поймать плотву грамм на 200 так что если у вас есть маленькие дети которым еще рано осваивать ловлю на спиннинг то они вдоволь натренируются по плавочной ловли с причала целый день проводя с удочкой в руках и подтаскивая нервных плотвичек всю бельмы выпускали обратно так как желание чистить каждый день килограмм по 10 сазанов карасей и леща ни у кого нет все-таки мы приехали на отдых они на заготовку рыбы иногда в роколовки попадаются и европейские болотные черепахи такие как та что живет в моем пруду если вы не видели видео про черепаху в моем пруду то смотрите по ссылке сверху но так как роколовки я проверяю не реже одного раза в сутки то черепахи не успевают погибнуть так как они прекрасно умеют задерживать дыхание дети конечно таких черепах у нас не видели и с интересом разглядывают диковинных зверушек наигравшись мы выпускаем их в родную стихию а вот и заветный коряжник завалы деревьев что принесло весенним половодьям и прибило к берегу каждый год конфигурация завалов меняется и каждый год приходится подбирать новое наиболее подходящее место для установки роколовок ширина протоки в этом месте небольшая метров 30-40 противоположный берег пологий песчаный с длинной отмелью пока солнце не стало на воде прохладно а при движении на скорости 30 километров становится и вовсе холодно поэтому утром одеваем ветровки а поверх теплые непродуваемые спаржилеты которые как пуховики хорошо спасают от холода как только солнце взойдет воздух тут же прогреется и жилеты можно будет снять и положить на сиденье чтобы пятой точке было помягче в общем спас жилет это незаменимая в хозяйстве вещь поэтому категорически рекомендую держать их в лодке все больше и больше разгорается рассвет и с каждой минутой становится все теплее и теплее на прозрачность воды как вы видите оставляют желать лучшего но для ловли сама это не проблема процесс установки верши остался за кадром так как снимать было некому ведь пока один привязывает верши другой управляется с лодкой после установки верши едем закармливать сазанью точку что находится в этой же протоке для чего была запарена кукуруза и перспективном месте был поставлен буйок чтобы все время закармливать в одной точке утром следующего дня пришла пора проверять поставленные роколовки находим заветные коряжки которым были привязаны наши веревки а и а и и и и и И в первой роколовке мерный судачок с кучей малька, за которым он, видимо, и полез. Выпускаем судака в асфоясии и меняем головы на свежие. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Итак, в первой неудачи плывем проверять следующую. Субтитры добавил DimaTorzok Тут тоже куча малька. Но с ними и маленький саменок. Это сигалетка длиной сантиметров 12. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok То, что надо. Вот он, главный пресноводный хищник в наших водоемах. Во всей красе. Субтитры добавил DimaTorzok Проверяем последнюю роколовку. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok В общем, каждое утро на рыбалке начиналось с проверки роколовок. А все пойманные санята отправлялись на базе в садок, привязанный к причалу. Добавил DimaTorzok 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 Брат катает сына и взрослого дядечку. Угадайте, кто орет всю дорогу? Все, хватит, тормози! Добавил DimaTorzok 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 Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и рыбалка тоже. Пришла пора собираться в обратную дорогу. В день отъезда достаем садки с самами. Итак, поймано три сигалетка и два сомика покрупнее. Но так как крупные сомики могут съесть мелочь, мы рассаживаем их по разным садкам. Маленькие сомики выглядят здоровыми и бодрыми, и весело копошатся в садке. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пересаживаем их в пластиковую бочку, в ту же, в которой я вез карпов из Москвы. Если вы не видели видео про зарыбление пруда карпами, то можете посмотреть его по ссылке вверху экрана. Добавил DimaTorzok Теперь достаем садок с крупными сомятами. Один сомик длиной сантиметров сорок, а другой сантиметров двадцать пять. Но маленький сомик покрыт какими-то белыми пятнами и красными ранами. Он явно или больной, или пока они сидели в садке, его пытался съесть старший собрат. Но только поранил своими мелкими зубами, больше похожими на шкурку. В этом, собственно, и главная проблема в выращивании европейского сома. Это каннибализм. Сомики, что растут быстрее, начинают поедать своих более мелких отстающих в развитии сородичей. Больного сома отпускаем. Вряд ли он переживет дорогу до Ярославля, и еще, не дай бог, заразит здоровых сомов в бочке. А при мытье садка на дне я обнаружил крышню рака. Видимо, один из сомов отрыгнул ее, что доказывает, что сомы охотно питаются раками, несмотря на их жесткий панцирь. А непереваренные части просто отрыгивают. Аплодисменты 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 Сажаем большого сома в бочку. в садке чтобы он не съел там всех остальных ну а для аэрации воды в бочке на сей раз был куплен компрессор на батарейках стоит такой недорого однако как показала поездка расходует это чудо кучу энергии так что батареек хватает на пару часов а потом он начинает еле-еле качать в общем надо либо иметь кучу батареек что мягко говоря не выгодно так как батарейки будут стоить несколько раз дороже самого компрессора либо как вариант переделать компрессор на работу от автомобильного прикуривателя вот так бодро этот компрессор прокачивает воздух том как доехали сами до ярославля кто выжил а кто нет и о том как мы попали на мертвое море а также о встрече с новейшим российским беспилотником я расскажу в следующем видео так что подписывайтесь много интересного